Компания Vatofa не нуждается в представлении и долгом рассусоливании деталей. Мы просто скажем одно предложение. Это одни из тех китайских ребят, кто первыми стали делать очень дешевые атомайзеры. В этом видео мы поговорим про вторую версию дрипки мемасика – Troll RDA. Полтора года назад Saper, Freakshow и Ежесними компании позиционировались как бюджетные вкусовые дрипки, тогда как Troll RDA считалась простой и дешевой машиной для клаучейзинга. Своё название атомайзер получил от известного всему интернету Кулфейса, который и красуется на толстеньком корпусе Troll V2. Атомайзер выпускается в двух версиях – диаметром 22 и 25 мм. Почему Vatofa не стали использовать более каноничный диаметр в 24 мм – непонятно. В любом случае, Troll V2 большой, и обдув у него соответствующий. Он регулируемый и представляет из себя две конфигурации отверстий подачи воздуха – горизонтальную или же диагональную. К несчастью для любителей сингл-койлов, возможности обдувать одну спираль в Troll V2 нет. Регулировка обдува осуществляется путём поворота топкэпа с удобными насечками. Конечно же, Vatofa позаботились и о том, что вы будете пихать в рот во время парения. На выбор вам предлагается либо стальной 510-й и слегка болтающийся дриптип, либо его широченный проприетарный аналог из Делрина. База и Troll V2 никого не удивит. Это уже привычные всем две стойки с довольно-таки массивными отверстиями диаметром 2,7 мм. К сожалению, от шестигранников компания так и не избавилась. Однако, во время использования они проблем не вызвали. Корпусы дека фиксируются тремя толстенными орингами. Ничего не болтается, да и порой наоборот – необходимо прикладывать силу, чтобы их разъединить. Впрочем, никто не мешает вам снять один оринг, чтобы упростить этот процесс. Качество, кстати, хорошее. Нет никаких зазубрин, грубой обработки или других возможных проблем. Когда думаешь о дешевых китайских дрипках, а тем более с таким вызывающим логотипом, то с трудом представляешь их в связке с каким-нибудь оригинальным американским мехмодом. К тому же, в Атофа сами осложняют такое использование нестандартным диаметром в 25 мм, которое, однако, будет идеально гармонировать с тем же RX200S, в Кучай 213 и прочими бокс-модами с большой площадкой. Но давайте ответим на главный вопрос – можно ли получать удовольствие от парения Troll V2? Если вы гонитесь за облаками, то определенно да, вкус же явно на троечку, причем вне зависимости от используемых спиралей, мощности и конфигурации обдува. Пар получается немного водянистый и разряженный, даже если на экране вашего бокс-мода цифры перевалили далеко за 100 ватт. Поэтому мы можем рекомендовать Troll V2 RDA только настоящим облачным троллям, которым не важен внешний вид. Вкусовые и эстетствующие тролли могут проходить мимо. Мы благодарим Ватофа за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.